Для российского обывателя Volkswagen Polo, автомобиль настолько примелькавшийся, что из самостоятельной модели с обширной историей превратился в просто машину. А ведь в этом году ему исполнилось 45 лет. За почти полвека он успел стать дороже Mercedes S-класса, успешнее Audi Quattro и мощнее Porsche Cayman. Мы тоже сначала не поверили. BB Polo Carat Peris. Представьте, вы идете к своему Polo, открываете его с кнопки на ключи и усаживаетесь в кресло Rekora с электрорегулировками и подогревом. Заводите мотор, вас приветствует бортовая система DINFOS, вслух сообщая заряд аккумулятора и средний расход топлива. Вы прерываете электронного дворецкого нажатием кнопки на руле и пробуждаете 12 колонок Hi-Fi Audi системы Blopunkt. Парой кликов заполняете шкалу громкости на электронной приборке. Устанавливаете телефон на держатель, упираетесь ногой в отделанную синей алькантарой панели и едете на концерт Аба, потому что на дворе, 1982 год. И Polo у вас не простой, а от немецкого тюнинг-ателье BB, среди работы этой конторы числились разномастные Porsche и Mercedes-Benz. Но почему-то именно второму поколению Polo, которые выпускали с 1981 по 1994 год, было уготовано стать самым продвинутым хэтчбеком своей эпохи. Снаружи его выделял угловатый обвес, вдохновленный фантастическими фильмами, а при взгляде в салон это впечатление только усиливалось. С космическими кораблями Polo роднила и цена в 45 тысяч немецких марок, за которые можно было купить себе не самый бедный Mercedes-Benz S-класс. А в наши дни одну из 39 машин можно выхватить за 10 тысяч евро. Polo Classic Derby В ответ на слова элегантное немецкое купе 80-х сознаний начинает рисовать трешку BMW и 30 или Opel Menta. Демократичный малыш Polo в такое сравнение совершенно не укладывается. Ровно до тех пор, пока не увидишь версию Derby. История Derby не то чтобы полна интересных фактов. Он не играл мускулами, не кичился заслугами в гонках, он просто был красивым и доступным. Этого оказалось достаточно, чтобы в 1977 году продать 72 тысячи таких машин, даже перегнав по продажам обычные Polo. Но ажиотаж был недолгим, интерес покупателей быстро остыл. В 1984 году название Derby упразднили и симпатичная двухдверка влилась в семью Polo. В таком виде купе прожило до 1990 года и тихо ушло с рынка. Polo Arlequin Все-таки педантичность и дотошность немцев, просто ветхий стереотип. Только безумец мог бы взглянуть на машины, стоящие рядом на производственной линейке, решить поменять их кузовные панели местами и назвать результат в честь персонажа итальянской комедии «Масок». И лишь такие же безумцы могли одобрить серийное производство. Метафора с заменой запчастей не шутка, именно так на заводе создавались Орликины. Немцы дожидались, пока четыре человека захотят себе яркий гольф, а затем проводили подобную рокировку и отправляли шутоподобные хэтчи счастливым владельцам. Всего можно было выбрать четыре варианта оформления, и в середине 90-х было построено 264 подобных машины. Затем такой же трюк провернули с Polo, уже в больших масштабах, 3806 экземпляров. Polo GTI Cabria Concept Немецкая компания «Карман» — одна из старейших в индустрии. Основанная в 1901 году, широкую известность она получила лишь в середине столетия благодаря модели «Карман Геа». На самом деле, вплоть до 21 века «Карман» кормилась подрядными работами, помогая в сборке необычных кабриолетов. Но «Родстер» — это автомобили нечасто продаваемые, и массовые производители начали от них отказываться. «Карман» забила тревогу и принялась делать яркие концепты один за другим, желая удивить публику. И самым последним автомобилем в ее истории стал именно этот Polo со 180-сильным двигателем, выхлопом по центру и хитрой схемой тканевой крыши. При поднятой крыше над головами седоков оказывалась стеклянная секция, а заднее стекло превращалось в импровизированную крышку багажника. Polo Vivo Express А еще Polo четвертого поколения — настоящий долгожитель, на рынке он продержался целых 17 лет. Все благодаря рынку Южной Африки, на котором подретушированный Polo Vivo сменил откровенно устаревший хэтчбэк «Гольф». Списку кузовов африканского Polo можно позавидовать — трех- и пятидверный хэтч, кросс-хэтч «Макс», седаны и даже грузовик. Правда, снаружи он неотличим от обычной пятидверки, все изменения находятся в документах, Vivo Express оформлен, как грузовик местной категории N1, и интерьере автомобиля. На месте заднего дивана — ровный пол, а сидения отделены от остального салона стальной решеткой. Такой Polo может увести до 1060 литров и 519 килограммов полезного груза. Зачем же его сделали? Все просто, на местном рынке Polo располагался на третьем месте после пикапа в Toyota Hilux и Ford Ranger, что уже намекало на необходимость грузовой версии. А на фоне грузовичков поменьше, на базе Renault Logan и Chevrolet Cobalt, Polo выигрывает за счет закрытого кузова. В условиях высокой преступности в странах Африки это важный козырь. Кросс Поло. Загляни, автолюбитель из начала десятых в 2020-й, покрутил бы пальцем и попросился обратно. Чуть ли не каждый первый автомобиль на дороге, паркетник, а далекие от сегмента автомобили тоже упорно хотят казаться бойцами оффроуда. Kia Rio X-Line, Renault Sandero Stepfey, Vesta и Logan Cross, кто в здоровом рассудке купит их ради внедорожных способностей. Однако цифры продаж говорят об обратном. А вот в 2011 году такой трюк не сработал. Volkswagen выпустила на наш рынок приподнятый хэтчбэк Cross Polo, который готовили по популярному сегодня рецепту, увеличили клиренс на 15 мм и украсили кузов обвесом из пластика. А еще взвинтили цену, без 705 тысяч рублей к Cross хочу было не подступиться, тогда как обычная пятидверка была на 100-150 тысяч дешевле. В результате уже в 2014 году непонятый автомобиль ушел с нашего рынка. А подождив Volkswagen несколько лет, судьба Cross Polo могла сложиться совсем иначе. Polo RV RCA Еще один удивительный факт, Polo сделал то, чего не удавалось Леонче Stratos и Audi Quattro. Он четырежды победил в мировом чемпионате по ралли. Проект раллийного Polo родился в 2011 году. На протяжении 18 месяцев он проходил доводку, и в 2013 трехдверка вышла на первый старт. Конкурировать 318-сильный полноприводный болид с шестиступенчатой секвенталкой должен был с такими же турбомонстрами от Citroen, Ford и Mini. Дальше больше, за четыре сезона Polo принял участие в 51-й гонке и выиграл 42 из них. При этом не раз пилоты боевых Polo занимали весь подиум. А в 2016 году на ралли Финляндии Polo сошелся в битве с дакаровским КамАЗом и вышел победителем. Beyond B Polo RV RC Street Переднеприводные ход-хэтчи с годами превратились из доступного способа получения адреналина в элитную тусовку, заезды которой перешли с городских улиц на всемирно известные трассы. Renault Megane RS и Honda Civic Type R не могут прожить и года без попыток побить рекорд друг друга. Мини Купер Джипи прочно обосновался в гаражах коллекционеров, а Hyundai i30N как минимум просто существует. Тем временем, уже семь лет производится автомобиль, который при желании заткнул бы любого оппонента за пояс. Да, речь снова про Polo. И это, не обычный Polo R с двухлитровым TSA и тиражом в 2500 экземпляров, а его доработанная версия от отелье B&B отимобилотечник. Тюнинг-контора взяла и без того редкую трехдверку и поменяла под ее капотом все, начиная с софта Эппу и заканчивая полностью новыми впуском и выпуском. В итоге с 220 лошадиных сил и 350 ньютон-метра отдачу удалось поднять до 362 лошадей и чудовищных 510 ньютон-метра крутящего момента. Даже сегодня сопоставимыми характеристиками может похвастать лишь полноприводный Mercedes-AMG E45. Правда, монопривод помешал Polo целиком реализовать потенциал, разгон до первой сотни за 5,2 секунды не удивляет на фоне того же 421-го сильного A45, которому требуется всего 3,9 секунды. Polo GTR 5 В 2016 году заводская команда Volkswagen ушла из мирового ралли. Прервать череду кубков ее вынудил Dieselgate, который ударил по имиджу автоспортивного подразделения и заставил перераспределить финансы. Победоносный Polo RVRC ушел в историю. Хорошая новость в том, что раллийный Polo до сих пор живет и здравствует. Плохая же состоит в том, что из старшей категории VRC хэтчбэк перешел в менее престижную R5, где гоняется с миниатюрными Citroën C3 и Toyota Yaris. На их фоне Polo с его широченным кузовом кажется гулливером, хотя обладает схожими характеристиками. Его 1,6-литровый турбомотор развивает 272 л.с., которым поручено крутить четыре колеса, а благодаря массе в 1230 кг достигнут разгон до 100 км в час за 4,1 секунды. Серийный Polo GTi на 70 сил слабее, 130 кг тяжелее, а полный привод ему и не снился. Еще болид для R5 стоит минимум 180 тысяч евро, в семь раз дороже обычной пятидверки. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.